Добрый вечер дорогие друзья! В эфире национального телевидения программы День студента. С вами как всегда Чувашский государственный педагогический университет имени Ивана Яковлевича Яковлева. Ну и ведущие сегодняшнего эфира Светлана Архипова и Якимов Владимир. Кстати, сегодня у нас в гостях Ольга Михайловна Лукичева, проректор по воспитательной работе и социальным вопросам нашего университета. Здравствуйте! Здравствуйте! Как у вас дела? Добрый день! Отлично! Спасибо! Волнуетесь? Есть ли волнение? Ну, немного есть. Да не переживайте, мы, если что, поможем. Ничего страшного, да, спасибо. Я не сомневаюсь. Ольга Михайловна, вот давайте начнем сразу с вопросов. Вы работаете в ЧГПУ уже 20 лет. О чем вы мечтали на пятом курсе университета, когда заканчивали? Куда собирались пойти? Да. Ну, наверное, как и все выпускники, я мечтала побыстрее получить диплом и устроиться на работу. На такую работу, которая бы позволяла мне раскрыть мои творческие способности. Ту работу, которая бы приносила мне удовлетворение, ну и зарплату, соответственно. И пошла учиться, ой, пошла работать в школу. Я работала первое время в 28-й школе. А вообще когда-нибудь думали, что вот вы свяжете свою жизнь с воспитанием студентов? Если честно, нет. А какие вот были мысли? Вот кем вот вы хотели? Я даже не знала, кем я хочу стать. Я знала, что у молодежи всегда двери все открыты. И куда бы мы ни пошли, мы можем добиться результата. Главное это трудолюбие, усердие, и все получится. Опишите, возможно, ваш обычный день про ректора. Вот чем вот вы занимаетесь? Очень интересно. Как вот оно обычно у вас проходит? Как всегда, наверное, и как у многих, не хватает буквально рабочего времени. Начинается обычно с планерки. Планерки управления по воспитательной работе. Мы определяем, что мы будем делать в течение дня. Строим планы на ближайшее время. Ну, а в течение дня, конечно же, находятся и приходят письма, и общаемся со студентами, с деканами, с заместителями деканов. То есть время расписано буквально по минутам. Кстати, вот если о работе, такой вот больше, наверное, личный вопрос. А вот в ваш кабинет может прийти студент и задать любой абсолютный вопрос в плане вашей деятельности? Конечно, может. И студенты приходят ежедневно ко мне. Двери моего кабинета всегда открыты. Можете это проверить. Зайти завтра ко мне в кабинет, послезавтра. Я всегда рада студентам. Ну, а приходят по разным поводам. По стипендиям, по общежитиям. То есть очень разные поводы. Нам есть о чем поговорить, и всегда мы открыты для общения. Ольга Михайловна, вот вы уже работаете в ЧГПУ 20 лет. А вот какая разница, чем ЧГПУ принципиально отличается от 20 лет назад и вот сейчас? Вот чем? Ну, по сути, студенты особо не отличаются. Что 20 лет назад, что сейчас? Да, что 20 лет назад, что сейчас. Да. Студент есть студент. Это да. Просто меняется, наверное, условия, в которых учится студент. Сейчас гораздо шире возможности для того, чтобы раскрыть свой творческий потенциал. Можно участвовать в спортивных секциях, в кружках, ездить на форумы, на семинары, добиться очень больших успехов еще будучи студентом. Много возможностей все-таки сейчас. Кстати, вот если касается возможностей, есть такой вот вопрос. Вот сейчас в большую роль молодежной политики страны у нас играет на сегодняшний день это Федеральное агентство по делам молодежи. То есть у нас гранты, конкурсы, мероприятия. Форумы различные. И вот есть ли у студенческого сообщества, педагогического нашего университета, так называемый архив данных, выигранных грантов и в какой области? Там патриотика, творчество или студенческие объединения? Конечно же, вот это вот проектное направление, оно очень важное в нашей воспитательной работе. Почему? Потому что проектное мышление, проектное мышление должно быть любой студент. Он должен уметь создать проект, уметь его реализовать, уметь четко сформулировать цели, задачи, для себя построить, выстроить календарный план, построить смету. Ну и самое главное, видеть результат своей работы. Потому что в любом проекте главное это результативность. Не просто результативность, а измеримые, то есть количественные и качественные показатели. Вот буквально вчера ко мне пришла к культуре одного из факультетов, принесла на проверку проект. Проект очень хороший и направлен на поддержку детей и молодежи. Но нет результативности. Очень трудно ее бывает измерить. В таком случае, скорее всего, проект не поддержан. Ну а если вы говорите о банке, проектах, то, конечно, мы ведем учет, статистику наших проектов. И у нас их достаточно много. Победителей в УЗ участвует в грантах Росмолодежи. И благодаря победах в этих конкурсах мы смогли проводить такие мероприятия в последние годы, например, как парад российского студенчества. Это такое яркое масштабное мероприятие, когда 3000 первокурсников в едином порыве идут в колоннах во главе с ректором. Вам тоже удалось? Да, да, да. Я была. Затем это проект «Учитель будущего». Тоже региональный конкурс, когда к нам съезжаются из других регионов. И мы проводим конкурс среди студентов будущих педагогов. И, конечно же, не могу не сказать о фестивале конкурса «Дружба народов». Да, конечно. Один из любимейших, ну вот по моему мнению, мне больше всего нравится. Студенты его очень любят. Мне очень нравится, что студенты сами выбирают национальность, изучают культуру, историю, традиции народа. И потом представления показывают обряды. И то, о чем мы забываем, свои истоки, корни, это очень радует, что у студентов современный взгляд на это видение. Что очень, кстати, интересно, как бы вот «День дружбы народов» рассказывает о своих народах. Ну, показывали там чуваши, русские народы, украинцы, кого только не показывали. И что интересно, студентов все-таки заинтересовала вот эта тема, показывать другие народы. Ну да, вот сам вот как первокурсник могу сказать, это прям такой процесс, в который ты полностью вливаешься с головой, честно говоря. То есть ты начинаешь поднимать литературу, изучать традиции, танцы. И, честно говоря, это даже сближается к коллективу, к самой группе и в факультете в целом. Ну и по уровню организованности, наверное, можно его сравнить со студенческой весной, да? Да, кстати, да. Так что уже массовое мероприятие. А если говорить о конкурсе среди физических лиц, то там тоже у нас достаточно много побед. Все я не буду перечислять, можно это увидеть на сайте. Хочу назвать только, например, проект «Наши ветераны. Память навсегда». Это проект Саши Моисеева. Тарантино. Тарантино, да. Да, то есть они собирают детей и бесплатную школу танцев организовывают для них. А как вы думаете, чем нужно мотивировать студентов участвовать в этих грантах? Как мотивировать? Как мотивировать? Я всегда говорю студентам, если вы хотите участвовать в конкурсе проектов и написать проект, задумайтесь о том, что вы любите, чему бы вы посвятили свое свободное время. И только исходя из этого, стройте свои планы, свой проект. Потому что проект – это то, чем занимается студент и готов заниматься и даже бесплатно. А если ему дадут еще денег, он это пройдет на более высоком уровне. Прям целый набор счастья для студентов. А вот, кстати, интересно, вот гранты, все это проводится, вот сколько у нас, так сказать, спонсоров, вот тех людей, с которыми мы контактируем и нам помогают реализовывать эти проекты? Сколько таких компаний? Есть ли у вас поддержка? Чувашский государственный университет. А с кем? Мы сотрудничаем и с другими вузами, когда проводим совместные мероприятия. Вот, например, когда мы проводили слез студенческих объединений ХАСТАР, к нам приехали, помните, да? К нам приехали из, по-моему, около 10 регионов студенты. Очень много общественных объединений съехалось и тоже большой резонанс. Когда мы проводим подобные мероприятия, мы всегда обмениваемся контактами и общаемся. Опытом, безусловно. Да, вот, например, я еще состою в Совете проректоров по стать на работе России. У нас есть чат проректоров по стать на работе. То есть мы с вузами очень хорошо взаимодействуем, общаемся. И это взаимодействие не только с вузами, да, но происходит и на уровне города, и на уровне республики. То есть тут взаимодействие полное. Сейчас вот можно услышать вот такие вот нелестные возможные отзывы у молодежи, что вот молодежь сейчас уже не та. Как вот вы думаете, действительно молодежь сейчас не та? Вот чем вот мы отличаемся от той вот молодежи? Да, вот. Вы знаете, я всегда говорила и буду говорить, что наши студенты самые лучшие. Почему? Потому что я вижу, я реально вижу, как наши студенты успевают все. Они успевают хорошо учиться. Они успевают выступать в творческих конкурсах. Они участвуют в соревнованиях и становятся победителями всероссийских соревнований. Они пишут проекты, реализовывают гранты. Вот как пример, например, Диляра Вахитова, председатель исторического конгресса. Как она все успевает, я не знаю. При этом еще ходит на пары, я уверена, учится. Она еще отличница. Отличница, тем более. Поет, танцует и общительной деятельностью занимается. Нужен 25-й час в сутках, чтобы успевать. Неплохо бы всем нам иметь 25-й час. Кстати, вот если о современности, какое бы направление деятельности вы бы выбрали, будучи сейчас студентом? Творчество, может быть, спорт, волонтерство или начало развития карьеры? В студенческие годы я бы, наверное, попыталась поучаствовать везде. Потому что каждый вид деятельности, да, волонтерство, спорт, творчество, он приносит определенный опыт для вас, да, который пригодится вам в дальнейшей деятельности. Поэтому, если обращаться к студентам, я всегда говорю, пробуйте себя во всех направлениях. Вы все равно в любом случае выберете то дело, которое вам по душе. Поэтому ищите себя. В последние дни мы, студенты, вынуждены сидеть на дистанционном обучении. И вот ваше личное мнение, чем можно заняться во время дистанционного обучения? Какие-нибудь фильмы посмотреть, книги, вы все-таки филолог. Я бы вам порекомендовала обратиться к классике. Старый проверенный классик. На все времена? Да, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Толстой, Чехов. Если вы вспомните свои школьные годы, наверняка задумывались о том, что какие-то произведения оставили для вас в вашей душе какой-то незлодимый след, да? Попробуйте их перечитать сейчас. Наверняка вы по-новому их будете воспринимать. А есть ли у вас вот топ-5 книг, которые вам больше всех нравятся? Есть ли они у вас? Ну, либо хотя бы одну. Ну, скажем так, все равно это Пушкин, Евгений Онегин. Все-таки прям классика-классика, железная классика. Пока дистанционное обучение, теперь захотелось войну и мир перечитать. Ну, времени много. Времени теперь много. Как раз таки. Я читала ее три раза. С ума сойти. С ума сойти. Ну что ж, наверное, перейдем к интерактиву. Да, думаю. У нас с самого начала эфира лежит вот эта интересная чаша. Да, мне кажется, зрители на нее сразу обратили внимание. Как-то пугающе лежит. В общем, в этой чаше у нас небольшие задания. Сейчас мы будем их по очереди доставать, читать вслух и выполнять их. Так. Давай, наверное, ты начнешь. Давай я начну, да. Вот так вот. Достал. Открываем. Что у нас там? Назовите три русских актера, кроме Безрукова. Давай. Машков. Так. Сейчас вспомним. Три русских актера, да? Да. Я должна отвечать? Нет. Так, сначала я. Так, Александр Петров. Три русских актера, помочь. Да. Один. Так. Сложно прямо. Начинается вот вроде как без рук вновь. Давай подскажем Константин Хабенский. Хабенский, да. И последний. Так. Сейчас вспомним. Это сложнее, чем я думал на самом деле. Ну-ка. Федор Бондарчук. Хорошо. Вспомнил. Так, давай. Давай теперь я. Так. Нажовите три песни, в которых звучит какое-либо имя. Я сейчас вспомнил песню Александра, Александра. Да. Вариант. Так. Еще какие? Вот мы недавно говорили про литературу. Вспоминай. Люба-люба-любовь. Да. Я намеком скажу. Про литературу вспоминали. Что-то... Имя мужское. Я не могу. Песенька еще такая есть. Рома, Рома, Рома. А, мужчина всей моей жизни. Отлично. Черепашка по имени Наташка. Кстати, да. Кстати, да. Так. Страшно. Интересно, интересно. Кто же у нас там? Ну, как раз для меня. Ага. Назовите три слова из современного молодежного сленга. Вот это интересно. Предки. Отлично. Курсач. Ну, курсовая работа. И комп, клава. Да, да, да. Отлично. Неплохо. Ох, опять моя очередь. Страшно. Так, посмотрим, что там. Хорошо, закрутили. Мне кажется, мы будем сейчас собирать много людей у эфира. Самый такой постоянный вопрос. Назовите три способа похудеть к лету. Итак. Первое. Не есть. Второе. Не есть. Нет. Быть студентом. Так, и третье. Заниматься спортом. Ну, да. Да. Кстати. Самые простые советы, которые мы не всегда создаем. Но сейчас вот Вова рассказывал, что на дистанционном обучении вы как раз-таки хорошо занимаетесь физкультурой. Физкультурой, да. Каждое утро зарядка. Причем снимаете свои упражнения на видео и отправляете к педагогу. Мне кажется, знаешь, у нас скоро прям отделение видеоблогеров такими темпами появится. Да, кстати, весь университет у нас сейчас снимает видео. Итак, у меня, назовите, три ассоциации с культурой девяностых. Интересно. Мне почему-то вспомнился фильм «Брат», ну «Брат-2». Ну, да. Такие исполнители, как Богдан Титамир, Хай-Фай, кто там еще будет. И третье, 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 третье. Помогите, пожалуйста. БМВ у меня почему-то сразу в голове БМВ. Почему, почему БМВ? Ну, с фильмом «Бумер» сразу ассоциируется. Кстати, хорошо. Тоже этот период. Ваша очередь. Хорошо, вы закрутили. Есть время на обдумывание. Назовите трех персонажей вселенной Гарри Поттера. Смотрели ли вы? Конечно, я смотрела. Ну, тогда вам будет легко. Это Гермиона. Это Рой, мальчик, да? Роженький. Рон, да-да-да. Этот человек, чье имя нельзя называть? Морд? Волн-де-Морд. Волн-де-Морд. А, отех, достаточно. Для персонажей есть. Я могу еще назвать? С каждой бумажкой все страшнее и страшнее. Ну, тут их все-таки осталось еще. Так, назовите трех персонажей из сказок Пушкина. Ольга Михайловна, мне кажется, вы это должны помочь. Он должен это сделать сам. Золотая Рыбка. Сказка Рыбки Рыбки. Царевна Лебедь. Ага. Правильно же, да? И Старча, если так же. Ну, Старч уж назови. Как персонаж. А у него имя что-то было? Конечно. Это обращение к старику Старчи. Царь Гвидон. О, точно, Царь Гвидон. Так, теперь я беру. Черномор. Так, придумать что-то нужно придумать. Это хорошо, что вопросы вам тоже. Придумать название к трем несуществующим созвездиям. Ну, допустим, созвездия ЧГПУ. Я думаю, можно придумать. Мне даже хочется поплажировать. Созвездия ЧГПУ. Так. Мне очень хочется назвать студент. Как вам такая идея? Назвать студенты, либо студенты? Созвездие студента появляется раз за семестр. Во время сессии? Или нет? И что еще? Не знаю даже. Созвездие сессии. Тогда уж. Да, кстати. Приходят резко и неожиданно. Да. Так, Ольга Михайловна? Во время Млечного Пути. Назовите. Три простых правила русского языка. Все сошлось. Жиши, пиши с буквой И. Ча-ща. Пиши с буквой А. Какое еще самое-самое правило. Однородные члены соединяются или союзом, или запятой. Да. Прямо сразу спадился, что я физмат, когда немножко задумался. Но все-таки жиши и ча-ща, как бы мы помним все-таки, да? Железное правило. Тут написано самых простых. Ну да. Давай. Так. Ух ты. Так. Назовите три любимые цитаты из советских фильмов, мультфильмов. Давай. Я точка, точка, точка. Я вовсе не буду говорить. Винни-Пух. Да. А мы будем отгадывать. Да, да. Кстати, давай. Малыш, а у тебя есть варенье? Карлсон. Да, да, да. Так. И что еще? Упал, очнулся, гипс. Это, кстати, янковая рука. Да, точно, точно. Как мы хорошо с вами отгадываем. Назовите три рифмы. К слову, цветок. Цветок. Росток. Например, что еще? Молоток. Молоток. И? Колобок. 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 Почему-то. А ты хитро сделала, ты себя пропустила, пожалуйста. Да? Да. Ну, хорошо, давайте я тогда закончу, наверное. Так, интересно, что же мне попалось. Так. И что же вы сказали? Назовите три любимых студенческих блюда, по моему мнению. Наверное, самый простой гречка. Макароны какие-нибудь самые простые. А у наших туркменских студентов, как ты думаешь? Лоуф, наверное, 100%. Что еще можно, например, ну, может быть, какой-нибудь салат. Быстро-быстро. Цезарь. В буфет не зайдешь, его постоянно нет. Кстати, да, яичница, бутерброд, да-да-да. Или пирожок-универ. Кстати, да. Любимый многими. Да. Очень популярный. Ну, у нас еще осталось немножечко времени. Мы можем еще пока побеседовать. Вот, Ольга Михайловна, вы очень занятой человек. Вот, может быть, расскажете принципы своего тайм-менеджмента. Вот как вот вы распределяете свое время? Как вот все вот успевать? Скажу вам по секрету, все успеть невозможно. Да? Главное распределить свое время так, чтобы выполнить главные свои дела. Для этого нужно хотя бы в начале недели прописать в блокнотике те пункты, которые нужно выполнить. И каждый день тоже желательно записывать в блокнот, что нужно сделать. Ну, а в конце дня, когда смотришь над свой список, что ты должна была сделать, не всегда он соответствует. Но все-таки когда... Я уже сказала, что вам лучше спросить об этом самих же студентов. Например, Диляру Васильеву спросите, как она все успевает. Это будет самый замечательный ответ. Ну что ж, к сожалению, наш эфир уже подходит к концу. Ольга Михайловна, с вами было очень приятно побеседовать. И вот мне вот хочется вот лично вас попросить вот в эту камеру, возможно, вот сказать пару слов студентам, пожелания каким-то. Вот что вот хотите вы сказать вот им? Во-первых, конечно же, хочу пожелать вам всем здоровья. Но в такой непростой ситуации, когда мы перешли на дистанционное обучение, хочу вам пожелать использовать вот это вот время ваше с пользой. Больше читайте, изучайте и занимайтесь самообразованием. Это вам очень поможет в жизни. Спасибо еще раз вам, Ольга Михайловна. Спасибо, что пришли. Большое спасибо, что пригласили. Мы всегда рады. Ну а с вами был Чувашский государственный педагогический университет имени Ивана Яковлевича Яковлева. И до новых встреч. До скорых встреч.